Итак, давайте начнем. Наш сегодня с вами небольшое мероприятие будет посвящено особенностям управления изменениями в тех случаях, когда требуется выполнить эти изменения, соответственно, выпустить релиз быстро, срочно, экстренно, как быть в таких случаях, какие особенности, какие риски, как можно подстраховаться. Вначале давайте я, наверное, так традиционно представлюсь, не со всеми мы, конечно же, знакомы. Меня зовут Данил Динцес. Кстати, здесь фотография есть, имя не написано. Давайте напишу. Я в IT-области уже весьма и весьма длительное время, более 25 лет. IT-основанными подходами занимаюсь где-то тоже порядка уже лет 11-12. Ну вот, об этой части мы с вами давайте и поговорим. Вообще, если вспомним, для кого-то, может быть, это будет и новой информацией, деятельность по управлению изменениями, созданию, тестированию релизов, их развертыванию в эксплуатацию. В рамках библиотеки лучших практик IT-инфраструктур человека и относятся к фазе жизненного цикла услуги, которая называется преобразование услуги или сервис транзишен. Ну, действительно, изменение, преобразование. Что значит фаза жизненного цикла? Тоже, если мы так быстренько с вами вспомним. Это действительно некий этап, фаза, в рамках которой услуга изменяется. А IT-услуга претерпевает какие-то изменения. Какие это изменения? Это самые разные. Начиная от того, что вообще создание услуги с нуля это тоже изменение, заканчивая тем, что нужно что-то поменять, добавить какие-то поля на форуме, изменить представление, отчеты. Ну, в конечном итоге исправить ошибки, которые возникают при функционировании. И вот с чем, ну, наверняка все присутствующие сталкивались и сталкиваемся. Хотим сделать как лучше, добавить какой-то новый полезный, разумеется, функционал, исправить ошибку, которая периодически возникает при работе пользователей. Но, внося эти исправления, очень легко навредить нормальной работе то ли этой же услуги, этого приложения, то ли каких-то смежных, связанных приложений. Поэтому деятельность по управлению изменениями и выпуску релиза, вообще говоря, очень-очень жестко регламентируется. Она делается такое, выстраивается всегда намеренно забюрократизированной, очень намеренно забюрократизированной, именно для того, чтобы не навредить. И в этом, собственно, и состоит основная ценность процессов основных управления изменениями, управления релизами, развертыванием, проверка и валидация обновленной услуги. Что да, менять надо, развиваться надо, но при этом, в первую очередь, должна обеспечиваться стабильность функционирования того, что есть. И вот если мы посмотрим, такой базовый вариант представления области действия Service Transition, вот место этой фазы жизненного цикла, в общем, цикле услуги, как раз на выходе обновленная или вновь созданная услуга передается в фазу, уже эксплуатационную, операционную. И вот, собственно, из чего Service Transition состоит. На выходе фазы создания или разработки услуги Service Design есть какой-то план, оценка. Здесь нет прямого сопоставления с проектным управлением, предваряя возможные вопросы, но на этом мы сейчас подробно не будем останавливаться. Необходимо что сделать? Оценить, насколько это изменение нам необходимо, сколько оно стоит. Обязательно провести тестирование, причем, обратите внимание, не только тестирование самого релиза, но и тестирование услуги измененной. И более того, не столько тестирование самой измененной услуги, но и то, как она взаимодействует с окружением, с тем, что называется environment. Например, другие сервисы, другие устройства, организационные какие-то процедуры, порядок работы пользователей, насколько он меняется, нарушается, или наоборот помогает. В то же время, пока, скажем, наша команда разрабатывает релиз, в самой инфраструктуре могут произойти какие-то изменения. Поэтому нужно обязательно проверить, а можем ли мы внедрять. Да, мы все сделали по плану, да, мы все сделали в соответствии с, скажем так, техническим заданием, ну так, условно говоря. А вдруг за это время пришлось что-то поменять. Тоже надо проверить, иначе результат может оказаться не очень хорошим. И, наконец, на развертывании жизнь изменения не заканчивается. Строго говоря, только начинается. Да, внедрить внедрили, эксплуатируем, а дальше надо ответить на вопрос. А, собственно, результат-то тот самый, который изначально предполагался, он достигнут, он достигается. Наше время, наши ресурсы, деньги, в конце концов, заказчика компании, они так потрачены. Зря или не зря. Поэтому отчет по результатам эксплуатации изменения, хотя и производится уже в период эксплуатации, но он как бы венчает всю работу, эту всю деятельность. То есть, как вы видите, цепочка проведения изменений, объединения изменений в релизы, их выпуск, проверка, это все очень-очень такая длительная, очень тщательно выстраиваемая деятельность. Собственно, курсы, которые посвящены именно управлению изменениями, релизами, они достаточно длительны. Три дня это только в рамках этой фазы, отдельно еще тренинги по проектам. Все это действительно должно очень-очень тщательно планироваться. Причем планироваться на разных уровнях. В рамках библиотеки лучших практик IT для преобразования услуги, для того, чтобы как раз четко отслеживать на каждом шаге, на каждом уровне, то ли мы делаем, добиваемся ли мы нужного результата, не приведет ли улучшение наоборот каким-то, скажем так, все большим и большим ошибкам. Предлагают модель, которая получила название V-модели. Ну, действительно, как вы сейчас увидите, она визуально представляет собой букву V, как Victory. И вот левая нисходящая ветка, которую сейчас я открыл, она действительно нисходящая. Это ветка проектирования, многие работы, из которой, кстати, относятся вообще к фазе дизайн даже. Это постепенная детализация требований и создание продукта. Вот как мы видим на верхнем уровне, первом, это высокоуровневые требования заказчика бизнеса. Что бизнес хочет получить, какого эффекта добиться. Собственно, именно с этим эффектом мы и будем потом сверять и сравнивать результат. Добились мы его, не добились, получили, не получили. На следующем уровне нужно бизнес-требования уже как бы переложить, перетолмачить на более конкретные требования к услуге. То есть это функционал, порядок поддержки, скажем, будут ли пользователи работать в режиме 24 на 7 с этой услугой. Или же какой-то функционал нужен только разовый, например, во время квартальных отчетов и так далее. Нужно детализировать вот эти функциональные эксплуатационные требования. После чего, собственно, начинается работа над релизом. Решение должно быть спроектировано. Я вкратце скажу. Общие подходы. Логическое проектирование решения и затем уже архитектурное проектирование релиза. Как мы будем реализовывать. Вот как раз в этой части очень важно отследить, насколько наше решение состыковывается с другими используемыми продуктами. Насколько оно несет риски само по себе. Причем риски не только, а может быть даже не столько технические, но и риски, скажем, для функционирования компании. Но буквально то, с чем пришлось относительно недавно столкнуться. Мы выпускали обновление, которое должно поддержать маркетинговую составляющую. Но оказалось, что при выпуске все хорошо, все одобрили, все прекрасно. Но когда стали реально работать в потоке люди, обрабатывая сотнями заявки, то оказалось, что буквально два добавившихся клика, мышки, реально два, это не преувеличение, не фигура речи. Для того, чтобы добавить новые маркетинговые возможности, как всегда, любая новая возможность, хоть что-то надо сделать. Это два клика мышек. При потоке для сотрудников, которые работают с клиентами в сотни клиентов, в сотни обрабатываемых заявок, два лишних клика, это уже 400-500 лишних кликов за рабочую смену. Это уже получается непроизводственная затрата. Такие вещи тоже надо предусматривать. Вот тоже мы, значит, сейчас как бы дорабатываем, хотим уйти в один клик. А вот дальше, видите, внизу у нас, что после того, как решение разработано, нужно проверять. Но сначала что проверяется? Собственно, отдельные компоненты услуги. То есть это еще пока уровень чисто технической проверки. Насколько решение буквально соответствует отдельным техническим требованиям. Даже не само решение, а отдельные его компоненты, правильно сказать. На следующем уровне, вот она пошла, наша восходящая ветка буквы В, тестирование того, что релиз отвечает требованиям, назовем ТЗ, условно, не очень я люблю это слово, но предположим, ТЗ. То есть неких общих требований, он соответствует функционалу, производительности, качеству и так далее. Отдельно необходимо следующий уровень протестировать готовность к эксплуатации. А готовность к эксплуатации ведь всегда включает не только готовность функциональную, но и готовность работать на реальных объемах данных, самую готовность взаимодействовать с другими компонентами, другими приложениями, другими сервисами. Так, чтобы не нарушалась ни работа нормальная вот этого нового приложения, ни обновленного, ни оно само не нарушало работу других сервисов. То есть это у нас уже третий уровень тестирования. Четвертый уровень приемка с точки зрения бизнес-заказчика. Готовы ли взять в эксплуатацию. И когда мы говорим бизнес-заказчик, здесь тоже ни в коем случае не забываем такой момент. Это не только заказчик, например, бизнес-подразделение, не знаю, как бухгалтерия, например. Но в качестве со-заказчика всегда группа эксплуатации, те, кто выстраивает мониторинг, те, кто потом будет решать проблемы, но не бывает релизов без проблем. Такого еще никого пока не удавалось добиться. Готовы ли они взять в эксплуатацию. Можно ли проводить регламентные, можно ли проводить какие-то там текущие работы по обслуживанию и так далее. И вот только после этого, вот здесь у нас наступает, мы назовем так, дедлайн, да, когда решение передается в операционную обслуживание. Но на этом, заметьте, не заканчивается жизненный цикл изменения. По мере того, как наша обновленная система работает, те люди, которые принимали решение о выделении средств, о разработке, они должны удостовериться и, собственно, обосновать руководству, что да, ресурсы были вложены не зря, инвестиции компании не пропали. Так, решение не просто работает. На этом этапе по-хорошему проверяется уже не техническая работоспособность, а проверяется, насколько достижим бизнес-результат. Идет ли речь об улучшении, повышении производительности, или об уменьшении количества ошибок, которые случаются, значит, о снижении издержек. Неважно, понятно, что каждое изменение, каждый релиз какие-то свои задачи решает. Вот на этом этапе проверяется уже именно бизнес-результат. Если вот на этом первом уровне 1B происходят технические отказы какие-то, это уж, конечно, совсем плохо, это уже однозначно негативное. Вот так называемая метрика будет, да. Это такая обычная, назовем традиционная модель реализации изменений. И, конечно, много своих тонкостей и нюансов. Еще раз, где-то все мы в соответствующих тренингах рассматриваем. Это все очень подробно изложено в книге Service Transition. А мы с вами поговорим сегодня немножко о другом. Прежде чем мы перейдем, точнее говоря, не о другом, а о более узкоспецифическом аспекте изменений. Об изменениях, которые вынуждены, когда нам нужно срочно что-то отремонтировать. Но прежде чем мы с вами перейдем к этой теме, как раз к нашей, возможно, у вас появились вопросы. Я с удовольствием готов включить вам микрофоны. Пишите в чат, какие, может быть, вопросы у вас пока появились. Тогда продолжаем, двигаемся дальше. Итак, собственно, основной вопрос наш сегодняшний. Да, есть вот такая хорошая, большая, подробная схема согласования, проектирования изменений, их воплощения в релизе, тестирования, внедрения и потом еще проверки. Все это хорошо, все это правильно. Но изменения бывают разные. А как быть, если что-то надо сделать срочно? Да, вот действительно, ба-бах, что-то случилось. Поломка, которая критично влияет на какие-то основные рабочие процессы, производственные, бизнес-процессы. Как вот в таких случаях, к сожалению, зачастую бывает. В таких случаях часто бывает, что бросают все по принципу бей-беги. И, к сожалению, какой подход приносит только больше негатива, чем исправление, собственно, ошибок. Да, у нас есть какая-то существенная проблема, инцидент, массовый отказ. Исправлять нужно быстро. Но быстро это не значит хаотично. Быстро это в первую очередь надежно. Для того, чтобы пользователи сервисов могли дальше продолжать работать, продолжать выполнять свои какие-то рабочие обязанности, а не столкнулись с какими-то еще большими проблемами. И вот за последние пару лет у меня один из таких тренингов, любимых примеров из реальной практики моей, когда некая компания, разумеется, которую я называть не буду, они вот так же столкнулись с экстренным изменением. У них проблема была с клиентской базой. А исправление этой проблемы, вот так, хаотическое совершенно, по принципу «давай-давай, быстрее-быстрее», привело к тому, что вся клиентская база, да, работоспособность восстановилась, но ее просто выставили в открытый интернет. И, в общем, все контакты, всю историю работы с клиентами смогли увидеть, все, кто не поленился, скажем так. Естественно, это нанесло ущерб, в первую очередь, репутационный, ну, а следовательно, какой-то потом ущерб уже финансовый. Даже больше, чем если бы действовали по какому-то плану, пусть, да, более длительное время был бы простой, но в итоге ущерб все равно оказался бы меньше. На самом деле, это проблема общая. Я не хочу сказать, что это какая-то конкретная компания вдруг так себя неправильно повела. К сожалению, это беда очень многих компаний. Она в какой-то степени, даже иногда может быть, психологическая такая проблема. Вот не работает что-то, это важно, важно, мы простаиваем, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Ну вот лучшие практики ITIL, нам, тем не менее, говорят ITIL, МОФА, Майкрософтовский, да, вот, надстройка, на ТАИТИЛа. В том, что нет, нужно, вот, как говорится, сдержать себя и, да, действовать быстро, но все-таки не сваливаться, не сваливаться вот в такую совершенно хаотическую деятельность, когда вот все бегают, как вот на этой условной картинке, каждый там, кто-то нажимает на свою клавишу, а сверху еще его там подгоняют какими-нибудь средствами устрашения. Нет, это ни к чему хорошему не приведет. Значит, возникает некая дилемма. Работать по обычной процедуре не очень удобно, потому что она достаточно бюрократизированная, длительная, и даже если поставить высший приоритет, все равно это может оказаться недостаточно быстро. Сваливаться в хаос тоже довольно плохо. Как действовать? Вот давайте посмотрим, в чем особенности именно экстренных, emergency, как их называют, изменений. Emergency – это приоритет изменения, который в явном виде выделяется в ITIL, именно так и называется. Первое, что статус экстренный, приоритет экстренный, можно назначать только тем изменениям, которые связаны только и исключительно с исправлением критических же инцидентов и проблем. Никакая, даже самая важная бизнес-функция серии «вот нам завтрак утро срочно надо, чтобы обойти конкурентов» экстренным изменениям быть не может. Это принесет больше вреда. Ну и кроме того, экстренное изменение может потребовать, например, очень часто срочного привлечения ресурсов. Что значит срочное привлечение ресурсов? Об этом как раз дальше и будем говорить. Остановить другие работы, снять людей, какое-то оборудование, надо будет с других работ. Будете вы ради кода нового функционала останавливать другие работы? Это довольно опасно, это может вызвать какие-то инциденты, может вызвать простой и так далее. Это одна и, наверное, основная особенность, почему экстренные изменения могут быть назначены только для исправления критических инцидентов и проблем. Другая то, что, ну, действительно, большинство сервисов в современных условиях работают круглосуточно, значит, возможно, придется и исправление проводить тоже в круглосуточном режиме, принимать решения в круглосуточном режиме. Значит, кто-то должен быть, что называется, на связи постоянно, постоянно, регулярно. Это так называемый экстренный комитет по изменениям. Emergency Change Advisory Board. В принципе, функции вот этого экстренного комитета по изменениям, они не очень сильно отличаются от таких традиционных функций комитета по изменениям. Что нужно сделать? Нужно рассмотреть с разных сторон, с точки зрения заказчика, с точки зрения разных технических аспектов, когда-то юридических, разумеется, финансовых. Предлагаемые решения. Что мы будем делать? Каким это ведет риск, что, какие затраты и так далее. Но особенностью этого экстренного кома должно являться то, что, во-первых, это должны быть люди с максимальным уровнем принятия решения. Просто в силу того, что надо быстро принимать решения. Если начинать там задействовать какую-то процедуру согласования, давайте мне нужны люди еще из какого-то другого отдела, у них другой руководитель, начинается согласование. Понятно, что это все будет достаточно серьезно затягивать время. В этом Emergence Academy должны быть люди достаточно высокого уровня, иерархического, с большими полномочиями, кто могут сразу принять решение, как перераспределить ресурсы, снять с других работ, передать сюда. Это один аспект. Второй аспект. Оценить как раз те самые риски. Каковы убытки от простоя, каковы возможные риски при реализации того или иного экстренного варианта. Поэтому вот здесь особенности такие возникают. Поэтому на первом шаге вот этот экстренный кап должен оценить, а действительно ли изменение экстренное. Может, паника в общем-то. зря на самом деле присутствует. Может быть, это можно реализовать в каком-то нормальном, стандартном режиме. Почему стандартный режим в общем случае всегда лучше? Потому что он более надежный. больше времени на проработку, на оценку, анализ, на то же самое, там, тестирование и так далее. Поэтому, если есть возможность, от приоритета экстренный действительно лучше отказаться. Но если он экстренный, действительно оценили там риски для работы в компании, для бизнеса, нужно оценить риски предложенных решений. Собственно, тот пример, который я приводил, он как раз об этом и говорит. Иногда предложенное решение по принципу «быстро-быстро» на самом деле несет в себе негатива гораздо больше, чем сама проблема возникла. Просмотрение заявки на изменения происходит по ускоренной процедуре. Ну, естественно, тут же режим 24 на 7. Значит, такая процедура должна быть. Ведь очень часто вот такой экстренный кап, он не будет собираться лично, это не будет какое-то совещание. Значит, должна быть какая-то процедура подтверждения. Может быть, в системе документа оборота. Может быть, если, скажем, у вас в компаниях используется та же система сервис-деска какая-то. Может быть, даже с использованием телефонов, мессенджеров и так далее. Это должно быть каким-то образом согласовано, чтобы те люди, которые участвуют, могли, во-первых, получить доступ к предложениям, во-вторых, явно по нему высказать свое мнение оперативно, где бы они ни находились. И очень важная функция вот такого экстренного капа – это организация такого постоянного мониторинга. То есть не просто решение Adobe – идите, работайте. А мониторинг, и вот как мы сейчас увидим, мониторинг очень частый с очень такой высокой дискретностью. Почему? Потому что основные отличия процесса как раз экстренного в том, что все шаги проходят ускоренно. Ну а раз ускорено, мы понимаем, значит, велик риск ошибок. Раз сокращено время на, например, разработку и тестирование, повышаются риски того, что будут ошибки, и того, что эти ошибки не будут выявлены. Вот именно поэтому очень важно расставлять частые вехи. То есть не как в таком нормальном проекте, когда веха – это что-то значимое, а здесь буквально контролировать, вводить контроль таких отдельных участков работы. Что-то сделали, кто-то должен контролировать. Да, это ресурсозатратно, но, собственно, у нас с вами и идет речь о какой-то просто экстренной ситуации, которая критично влияет на работу компании в целом. Ну и вот давайте посмотрим по алгоритму и как раз, в общем-то, и сравним. В правой части как раз вы видите такую традиционную схему, и в левой как раз текстовые комментарии, в чем отличие. Ну, запрос на изменения все равно нужен, все равно правило с голоса, никто никакие изменения не делает, должно обязательно соблюдаться. Члены КАП, как мы уже говорили, должны быть доступны оперативно, где бы они ни находились. Ну и кроме того, поскольку решение должен принимать человек соответствующего уровня, соответствующих полномочий, это часто решение не коллегиальное, а вот по тому самому принципу мы посовещались и я решил. Да, я вас выслушал, я решаю, делаем таким образом. Потому что для экстренных исправлений, конечно же, более критичен фактор времени, чем фактор качества. Да, нельзя ухудшить, но если решение будет не самым оптимальным, это, наверное, тоже не самое страшное. И очень существенно возрастает нагрузка обзоров и отчетов по итогам внедрения изменений. Да, внедрили, вроде бы там проблему закрыли, постыль поставили, верю, нет. В чем она состоит? Отслеживать, как работает и обеспечить усиленную поддержку. Ну вот, теперь давайте посмотрим, в чем отличие в процессе развертывания. То, мы с вами говорили про принятие решения, теперь давайте про развертывание. Ну, во-первых, да, это зачастую будет работа нелимитированная, значит, тоже нужно понимать, как людей на это мотивировать. То, о чем уже неоднократно говорилось, это действительно один из основных моментов, снять ресурсы. Причем, когда мы говорим слово «ресурсы», имеется в виду не только люди, но вы переключили оборудование, скажем, какие-то сервера с вспомогательных сервисов, ну, например, какой-то обучающий сервис, где у вас лежит там обучающая видеокомпания, вот у вас нет железа под рукой, вы его берете и настраиваете, быстро перенастраиваете, как какой-то резервный временный сервер, не знаю, для той же клиентской базы, предположим, да. Значит, это решение должно быть быстро реализовано. Поэтому обязательно при выполнении работ необходим координатор, который как раз и будет отслеживать вот эти самые вехи, вешки, будет выступать таким посредником между разными рабочими группами, между этими рабочими группами там, где надо представителями бизнеса, заказчика, те же там юристы, экономисты, если это необходимо. То есть это буквально человек, который выполняет функции координатора, это не руководитель как таковой, его роль обеспечить, чтобы разные участки работ были между собой состыкованы, чтобы не возникло еще и дополнительно каких-то проблем на стыках. Тестирование, тем не менее, все равно должно проводиться. Да, по сокращенной схеме, но ни в коем случае нельзя внедрять без тестирования. Я, опять же, адресую вас к этому приведенному примеру, иначе может оказаться еще хуже. Ну и как следствие, очень правильная рекомендация на самом деле. На время реализации и начальный период работы экстренного релиза приостановить работы над другими релизами, проектами в этой и в смежных областях инфраструктуры. Ну, во-первых, связано с тем, что с большой вероятностью будут отличены ресурсы. А во-вторых, вот если вы вспомните нашу первую часть сегодняшнюю, то там как раз мы и говорили, нужно проверять, как релизы будут работать с другой инфраструктурой. Зачем же продолжать работать над плановым релизом, если мы уже вот явно в этой и вязи что-то меняем. Там уже явно потребуется, ну, если не перепланирование, то уж переоценка релиза планового точки. Поэтому вот это очень важная рекомендация, она очень полезная, к ней реально стоит прислушаться ее в свою процедуру ввести. Ну и, наконец, важные действия после развертывания. Не забывая, наш релиз, он только ремонтный, как его называют, да, исправить что-то такое экстренное, критическое. Значит, пост-имплементейшн-ревью нужно проводить обзор по результатам использования, посмотреть, действительно ли проблема решена, не породил ли сам этот экстренный релиз других каких-то проблем. Обязательно оценить работу команды, насколько она была слаженной, насколько скоординированной. Обязательно обновить конфигурационную базу, Configuration Management Database. Для чего? Как раз таки для того, чтобы можно было проанализировать работу над другими временно приостановленными релизами проекта. И вот следующее, очень правильная и важная рекомендация. Не ограничиваться тем, что, а, мы нашли решение, мы там все молодцы, идем дальше. Нет. Инициировать запрос на изменения по той же проблеме, но провести его уже в спокойном штатном порядке. Может быть, мы тем самым подтвердим, что найденное нами решение в таких сжатых сроках, тем не менее, оказалось оптимальным. А может быть, мы найдем какое-то более оптимальное, более качественное решение. И тогда этот дублирующий запрос на изменения будет уже просто реализован, как обычный, взамен экстрим. Это вот тоже очень такая рекомендация правильная. Обязательно стоит учитывать, тоже внести свои процедуры. Да, это тоже затраты, но они позволяют существенно уменьшить потом потери. Ну так, давайте подведем резюме, итог нашему такому узкоспециализированному обзору. Экстренные изменения у нас всегда могут быть направлены только и исключительно на устранение критичных инцидентов и проблем. Они должны одобряться компактным таким и высокоуровневым с правом принятия решения КАБом, что включает в себя право отвлечения ресурсов от других работ. Обязательно учитывать особенности быстрой реализации, что заключается в первую очередь в координации работ. И вот этот завершающий фактор возможной переработки после внедрения экстренного релиза на какой-то более надежный, более стабильный вариант. Коллеги, пожалуйста, можете готовить ваши вопросы пока в чате. А я пока покажу, ну вот здесь есть презентация, я покажу на примере сайта, где, на каких курсах мы более подробно рассматриваем эту тематику. Как я уже говорил, вообще это отдельная фаза действительно, да, вот кто-то из коллег видел, я написал эта книга «Сервис транзишн из библиотеки IT». Если мы зайдем вот сюда в раздел «IT менеджмент», здесь у нас есть справа такие вот путеводители интерактивные, лучше всего ориентироваться по ним, они понятные. Вот, это как раз вот тренинг управления изменениями, релизами. Он состоит из двух частей. Первая часть трехдневная, где мы вот как раз подробно рассматриваем и обычную схему, и ускоренную вот такую, и работу с конфигурационной базой данных. Ну а вторая часть, это уже подготовка к интермедиат экзамену. А эти, поэтому вот можете посмотреть. Спасибо большое всем за участие, до встречи, ждем вас, спасибо.